МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Очередное заседание окружной комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности прошел под председательством Сергея Боенко. О подготовке к паводку доложили руководители профильных департаментов Заполярного района, поселка Искателей, городской администрации. Особое внимание к возможному сценарию развития весеннего половодия. В ходе совещания был утвержден комплексный план мероприятий по предотвращению ликвидации чрезвычайных ситуаций на период паводка. По информации Севгидромета, на сегодняшний день средняя толщина льда на реке Печора составляет 80 сантиметров, при средней годовой – 91. Ледоход на Печоре придет в район Оренмара ориентировочно 29 мая. Для предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодия будет мобилизовано более 1000 человек и около 400 единиц техники. Кроме того, на период паводка сформирован запас нефтепродуктов и строительных материалов. Для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в регионе созданы ресурсы финансовых и материальных резервов на общую сумму более 70 миллионов рублей. В частности, на открытие дополнительных временных водомерных постов, проведение мониторинга паводковой ситуации и проведение взрывных ледокольных работ на реке Печора. Определена сумма в размере порядка 8 миллионов рублей для проведения мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, в том числе заключения государственных контрактов на открытие дополнительных водомерных постов, которые у нас уже заключены сегодняшний день с ОГМС и городом Наринмар, на проведение мониторинга паводковой ситуации на территории округа и на проведение взрывных ледокольных работ. Два последних контракта у нас еще находятся в стадии заключения. Уровень воды на период паводка ожидается ниже 600 сантиметров. Критической для города является отметка 620. О подготовке к предстоящему паводку и пожароопасному периоду доложили руководители профильных департаментов, городской администрации и Заполярного района. При наихудшем развитии паводковой ситуации в этом году в зону возможного подтопления могут попасть 16 населенных пунктов 11 муниципальных образований. В течение марта-апреля сотрудники сектора ГОЧС проехали всю Нижнюю Печулю, посмотрели на материальные запасы у нас всех муниципальных образований, на соответствие тем положениям, которые утверждили муниципальных образований, посмотрели по количеству, проверили, какие рекомендации они все отпишут, все направят в муниципальные образования, если необходимо будет, они направят заявки и будем финансировать. Проверка готовности органов управления сил и средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций в сезон паводка будет проведена на следующей неделе в рамках командно-штабных учений. Александра Литкова, Антон Выдырьков, Телеканал «Север». Поддержку окружных предпринимателей обсудили парламентарии Нининского округа на заседании Комиссии по экономической политике и бюджету. В рамках работы Комиссии был также представлен ежегодный доклад о предпринимательской деятельности в регионе бизнес-омбудсмена Германа Сопочкина. По состоянию на 1 января текущего года на территории округа зарегистрировано более 2 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Численный субъект парламентарии в течение трёх лет уменьшается. По сравнению с 2017 годом на 26, а с 2016 годом на 66 субъектов парламентарии. Соответственно, уменьшается и количество занятых у субъектов мастерской деятельности лиц. Среди основных проблем, с которыми сталкиваются окружные бизнесмены, уполномоченный отметил сложности участия субъектов малого и среднего бизнеса в госзакупках, где выставляется укрупнённый лот. Омбудсмен предложил, так сказать, дробить закупки, чтобы местные предприниматели могли конкурировать с крупными предприятиями. Председатель комиссии Наталья Кордакова обратила внимание ещё на одну проблему малого и среднего бизнеса. Это страховые взносы и выплаты, которые составляют порядка 60% затрат. На них на самом деле очень большое налоговое бремя. Почему? Потому что у нас те предприниматели, которые работают в средней полосе, конечно, у них условия легче, нежели у предпринимателей, работающих в районах Крайнего Севера. Потому что государство обязало тех предпринимателей, которые занимаются этим делом, должны они работникам выплачивать коэффициент северной надбавки, 24 дня дополнительных, льготный проезд. Кроме этого, к этим ещё ко всем добавляются страховые взносы. Чтобы снизить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес, нужна консолидированная работа всех бизнес-омбусменов арктических регионов, подчеркнула депутат. В мае-июне этого года парламентарии намерены провести круглый стол по вопросу поддержки окружных предпринимателей. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Депутаты городского совета взяли на контроль качество очистки городских дорог. Накануне группа народных избранников вместе с представителем мэрии проинспектировала самые неблагоприятные в плане уборки микрорайоны города – посёлки Мирный и Лесозавод. Поводом для такого повышенного внимания послужили многочисленные обращения жителей города жалобой на отсутствие уборки снега как таковой. Виктор Торопов много лет работает на котельной нового посёлка. И каждый год весной дорога на работу превращается в квест. Как преодолеть лужи и не промочить ног? Микрорайон чистится раза два в год, не больше. Сами, наверное, видите. Ещё не совсем оттаяло. Через недельку подъедете. Желательно на вездеходе. Это в последние 10 лет уже традиционно. Раньше ещё как-то что-то было, когда с АТП трактор чистил. Ежедневно выходил. Я здесь работаю давно на котельной. Раньше трактор чистил с АТП каждый день. Сейчас редкость технику увидит. Снежные горы по обочинам, колея на дорогах и заметённые вровень с горкой детские площадки. Жители микрорайона устали писать жалобы и звонить по инстанциям. За содержание данной территории отвечает муниципальное предприятие «Чистый город». Мы сюда приехали для того, чтобы определиться, в течение какого времени городские службы наведут порядок на этих объектах. По причинах объективных, субъективных мы, конечно, поговорим уже потом, в мае-июне. Потому что, могу точно сказать и от себя, и от коллег депутатов, вопросы, связанные с привлечением техники или увеличением заработной платы работников чистого города, для нас никогда не были проблемы. Всегда был зелёный свет. Ведение городского предприятия «Чистый город», на которое возложена обязанность по уборке этих улиц, ещё 76 дорог общей протяжённостью 41 километр. 160 тысяч метров междворовых проездов, в которых предписана ручная механизированная уборка. А снегопады и метели в нашем заполярном городе – частые гости. Поэтому успеть всё работники предприятия просто не могут. Графики нарушались именно из-за этого. Мы все помним, что у нас в этом году снега выпало несколько больше, допустим, чем в прошлом году и позапрошлом году. То есть уже, как я вам уже говорил, на данный момент предприятие вывезло более 45 тысяч кубов снега. Ну, это как бы цифра. Если в прошлом году было вывезено 53 тысячи. Кроме того, в приоритете уборка автомобильных дорог для общественного транспорта, территории, сопряжённых социальными учреждениями, больницами, школами, детскими садами. Дороги в микрорайоне «Мирный» и «Лесозавод» чистятся нечасто. И на это, в общем-то, есть объективная причина, говорят специалисты. Они относятся к четвёртой и пятой категории. И это допустимо. Но всё-таки основная проблема, по которой транспорт чистого города не доходит сюда – это малое финансирование. В данный момент того количества техники, который сейчас есть у чистого города, и того норматива, всё же у нас бюджетом предусмотрены денежные средства в меньшем объёме, чем это требуется для нормативного содержания. Всё же денежных средств не хватает. Необходимо искать варианты решения проблемы, подводят итог инспекции и депутаты. Возможно, придётся изыскать средства в городской бюджет. Сейчас мы обратимся и будем контролировать работу, выполнение работы, чтобы чистили снег. В принципе, мы уже не говорим за дороги, потому что весна, но снега, которая скопилась очень много, куча снега. Их надо вывозить, потому что они все потекут, и будут большие, огромные лужи. И это дискомфорт просто-напросто. Кстати, со следующей недели в чистом городе ожидается пополнение. Уже приобретён трактор для уборки городских улиц. В понедельник он будет введён в строй муниципального предприятия. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В отделении социальной защиты населения открылся дополнительный приём документов на предоставление детям и их сопровождающим путёвок на летнее оздоровление в санатории. В днём позже, 12 апреля, дополнительный приём откроется в офисах МФЦ, в том числе в сельских населённых пунктах округа. Срок подачи заявлений документов на бесплатные путёвки мать и дитя установлен до 30 апреля включительно в связи с внесением изменений в закон округа о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненинском округе. Основные изменения касаются пересмотра категории детей, которые по медицинским показаниям нуждаются в санаторно-курортном лечении и имеют право на получение бесплатных путёвок в санаторно-курортную организацию или компенсации расходов по её самостоятельному приобретению. В частности, дополнительный приём документов на предоставление путёвок мать и дитя открывается для детей со второй группой здоровья. Так, один раз в два года дети этой категории в возрасте от 13 до 15 лет имеют право на лечение в санаториях в составе организованных групп. Один раз в три года родитель ребёнка в возрасте от 4 до 15 лет, имеющего вторую группу здоровья, может воспользоваться правом на компенсацию расходов по самостоятельному приобретению путёвок на санаторно-курортное лечение. Кроме того, подать документы на лечение в санаторно-курортной организации могут родители детей, имеющих третью группу здоровья в возрасте с 4 до 12 лет вместо 4-9 лет в прежней редакции закона. Законом также сохраняется право на получение родителям компенсации расходов на приобретение путёвки. Кроме того, у указанной группы детей в возрасте от 13 до 15 лет появляется право один раз в два года получить путёвку на здоровье в составе организованной группы. Право на лечение в санаторно-курортной организации за счёт округа также теперь имеют дети с 4 и 5 группами здоровья с 4 до 15 лет. Прежней редакции закона было до 9 лет. Право на указанные меры социальной поддержки распространяются на детей из семей, имеющих средний душевой доход не выше двукратной величины прожиточного минимума, установленный в Ненинском округе. Первоочередное право на получение бесплатных путёвок в санаторий имеют многодетные семьи и граждане, воспитывающие ребёнка-инвалида. Медицина в режиме онлайн. В Ненинском округе успешно протестировали мобильный комплекс ультразвуковой диагностики. Оборудование позволяет ставить диагноз пациентам, находящимся в отдалённых и труднодоступных поселениях. Для апробации инновационной установки выбрали национальный посёлок Нельминоз. Алина Ваучейская побывала на телемедицинском сеансе. У неё все подробности. Левая доля щитовидной железы. На первый взгляд это обычный сеанс ультразвукового исследования. Только вот диагноз ставят не на месте, а за 60 километров от пациента. В кабинете Центральной поликлиники Заполярного района. На другом конце провода врач-эндокринолог. Проводить обследование онлайн позволяет новейший телемедицинский модуль. Оборудование по техническим характеристикам практически не отличается от стационарного. Это полноценный УЗИ-комплекс. Это УЗИ-аппарат. Соответственно, к нему можно подключать несколько датчиков. Соответственно, иметь, обследовать определенный спектр, проводить ультразвуковых исследований. И тем самым диагностировать, ну, по крайней мере, какие-то острые, экстренные заболевания. Пробный сеанс показал, даже несмотря на слабый сигнал интернета, врачу на другом конце провода удалось увидеть патологию и поставить диагноз. В дальнейшем же проводить манипуляции с аппаратом будет специально обученный медицинский работник. Изображение через интернет будет передаваться в ЦРП, где квалифицированные врачи проведут интерпретацию информации. Такая онлайн-диагностика позволит вовремя распознать тяжелую патологию как в плановом, так и в экстренном порядке. Основное, конечно, для нас это по экстренной медицине, когда вопрос стоит об эвакуации пациентов, то есть о вызове санавиации. Это очень важно, потому что и сама санавиация стала нынче дорогая, то есть летный час очень дорогой. И иногда нет потребности в этом, а иногда она более экстренная существует, чтобы более оперативное решение принимать. Пока подобный комплекс есть только в национальном поселке Нельминнос, в случае, если установка хорошо зарекомендует себя на практике, такие мобильные ультразвуковые аппараты могут появиться и в других отдаленных поселениях. Это абсолютно необходимый для вашего региона инструмент для телемедицины. И тут надо понимать, что он не заменяет обычную систему здравоохранения, он ее дополняет, он делает возможным то, что раньше было невозможным для жителей, например, вот таких удаленных регионов, как вот сейчас мы здесь находимся. Оснащение заполярной глубинки новейшим оборудованием – третий этап развития телемедицины. Он стартовал в 2018-м в рамках одноименного ведомственного проекта региональной администрации. Меньше чем за год удалось закупить мобильные рентген и УЗИ-комплексы. Кроме того, создана функционирующая система оказания телемедицинских услуг населению в режиме «Врач-врач», объединяющая три муниципальных образования – Нальминос, Великовисочное и Нарьинмар. Алина Волчейская, Антон Водряков, телеканал «Север», поселок Нальминос, Ненецкий округ. Жителям Заполяря предлагают поучаствовать в создании самой необычной и живой карты города. На ней будут обозначены названия строений и жилых домов, а также их история и фото. Идея создания альтернативной карты города родилась в Центре кластерного развития. Идейные вдохновители хотели показать весь городской фольклор гостям Заполярной столицы. При разработке карты учли все дома, которые имеют название и собственную историю. Например, такие, как «Титаник», «Свечка» или «Красная шапочка», а также многие другие. В дальнейшем карта будет оформлена графически и представлена на специальном сайте и на информационной доске в Центре Нарьинмара. Жителям мы предлагаем ознакомиться с картой, которую мы разработали, изучить те объекты, которые на ней отмечены. И которые еще не снабжены информацией, описательной частью и фотографиями. И мы предлагаем поучаствовать в этом процессе, создать такую уникальную карту. И направить нам информацию, фотографию или описание, почему, к примеру, тот или иной дом или строение называется так. И мы обязательно это учтем, включим и создадим все вместе, всеми жителями такую одну интересную, уникальную и необычную карту. Ознакомиться с картой можно на сайте narjandefismap.ru. Идеи и предложения следует отправлять в Центр развития бизнеса на адрес электронной почты rgolavin84trksobakamail.ru, указав тему «Карта Нарьинмара», а также по номеру телефона 2-12-76. Приветствуются наиболее уникальные точки, о которых еще никто не слышал. Готовую карту представят в конце года. Мир исполнения желаний. Ежегодный отчетный концерт учащихся и педагогов школы искусств пройдет в Нарьинмаре в эти выходные. 14 апреля, воскресенье, в 15 часов в Дворце культуры Арктика состоится грандиозное представление для горожан. А в холлах администрации округа и города выставлены работы учеников художественного отделения. Организаторы концерта обещают, зрелище будет незабываемым. Всех сюрпризов, которые ожидают во время концерта зрители, организаторы не открывают. Но обещают, мир исполнения желаний оставит в душе добрый след. В программе выступления оркестра новые инструменты, большие составы исполнителей и хоровое пение. Мы будем рады видеть не только учащихся нашей школы, но и тех, кто хочет обучаться нашей школе. Потому что с 15 апреля начнется прием документов в первый класс к нам, в наше учебное заведение. И поэтому, кто хочет для себя определиться в дальнейшем поступлении, мы будем очень рады. Для меня самой отчетный концерт в 1985 году оказался решающим. Я тогда была маленькая девочка, с мамой пришла на концерт Старый дом культуры, на отчетный концерт школы. И увидела впервые домру. Услышала ее. И это был решающий для меня день. С тех пор я влюбилась в этот инструмент. И жизнь теперь не представляю музыкальной школы. Такова информационная картина к этому часу. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Добавлю, что группа доступна не только зарегистрированным пользователям социальной сети. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...